МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 июля 2019 года на территории областного центра прошло профилактическое мероприятие, в ходе которого сотрудники госавтоинспекции Самары осуществляли проверку лобового и передних боковых стекол автолюбителей на предмет светопропускаемости. Роман Ясинский – известный самарский блогер, владелец нескольких автомобилей и, по его словам, за рулем проводит до 12 часов в сутки. Стаж вождения более 7 лет. То, что его сегодня остановили сотрудники ДПС, не удивляет. Закон о тонировке знает, но, тем не менее, его нарушает. Объясняет это так. Так вышло, потому что я считаю, что тонировка – это не преступление, потому что она защищает, помимо того, что от солнца. Самара – очень жаркий город, у нас жаркое солнце. Оно защищает, помимо того, что от меня, от водительского загара, вот этого постоянного, когда у тебя одна красная рука. Во-вторых, это очень безопасно в плане того, что, ну, у меня, я же говорил, несколько машин, всякие ключи, документы, все оставляю в машине. Ну, от посторонних глаз стараешься все равно немного прятать. Поэтому, ну, я не вижу в этом ничего плохого. А напрасно. Число самарских автомобилистов, предпочитающих ездить в тонированных машинах, очень большое. Несомненно, некоторые плюсы в тонированных автомобилях есть. Водитель чувствует себя комфортно, будучи скрытым от глаз других участников дорожного движения. В салоне тонированного автомобиля можно оставить вещи, сумки, которые не привлекут внимания грабителей. Однако не стоит забывать и о минусах. Самый большой из них – это то, что тонировка, особенно в условиях недостаточной видимости, в сумерках, в дождь, значительно снижает обзор с места водителя. Тем самым, нередко становясь причиной наездов на пешеходов или столкновений при маневрировании. Однако отрадно слышать, что водители законы знают, следят за нововведениями касательно правил тонирования автомобилей. Я знаю, что в Госдуме сейчас рассматривают законопроект о введении тонировки, точнее, о разрешении. И я готов бы даже быть... У меня вот 5-процентная сейчас стояла, и я даже соглашусь, что она темная, и через нее плохо видно вечером. Даже если бы ввели такой законопроект, что мы там разрешаем максимум 20% на боковые стекла, 50% на лобовое стекло, но в год вы должны платить налог какой-нибудь, 5000, условно говоря. Я готов отдать за то, чтобы при том, когда меня инспектор останет, я показываю, что у меня налог оплачен, все по-честному. Но пока рано говорить, какие перспективы ждут законопроект, документ только внесен в Госдуму. А на деле реалии таковы, что тонировка стекол также негативно влияет на здоровье водителя. В темное время суток организм человека начинает вырабатывать мелатонин, так называемый гормон сна, благодаря которому человек может крепко заснуть. Избыток света снижает образование такого гормона, тогда как снижение освещенности повышает его уровень в организме. Таким образом, в тонированном салоне автомобиля у водителя повышается вялость и сонливость, что делает езду за рулем крайне опасной. И всерьез это нарушение не воспринимает. Роман даже на эту тему шутит, ну а пленку пришлось снять самому. Сотрудники Самарской госавтоинспекции провели целевое рейдовое мероприятие «Тонировка». Это мероприятие далеко не единственное, направленное на обеспечение дорожной безопасности. Взаимодействие с ГИБДД отлажено и в части реализации муниципальной программы городского округа Самара повышения безопасности дорожного движения. Эта программа – целый комплекс мер, успешно действует на территории города с 2016 года и рассчитана до 2020-го. Специфика этой программы в том, что она работает в том числе на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. И такие рейды, как этот, направлены на предупреждение опасных ситуаций на дороге. Давайте просто для начала вот эти поменим. Видно? 77%. 51%. На лобовом стекле должно быть 75%. Одинцы потонировали. Ну, мало уже. Знали, что с нарушением стекла? Нет, я не знал. Машину недавно покупал. А слышали, что вообще проводят такие рейды по тонировке? Нет, первый раз. Первый раз. Что будете делать? Ну, придется снимать, наверное. Поменяю. При помощи специальных приборов свет или тоник дорожные полицейские измеряли светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол автомобилей. Приборы соответствуют всем техническим требованиям. У наших технических средств, которые измеряют светопропускание стекол, имеются поверки, поэтому не доверять оснований нет. За несколько часов рейда к административной ответственности были привлечены 10 водителей тонированных автомобилей. В отношении нарушителей были составлены административные материалы управления автомобилем, в котором установлены стекла, не соответствующие требованиям безопасности. Предусмотрено наказание в виде административного штрафа на сумму 500 рублей. Сотрудники ДПС проводят такие рейды по выявлению нарушителей. Как вы считаете, это правильно или нет? По тонировке абсолютно правильно. Отдирать и все. Эту тонировку точно всю надо. Мое такое мнение. Замеры производят так. Датчики прикладываются к лобовому или, как его еще называют, ветровому стеклу, а также к передним лобовым стеклам и определяют степень их затемненности. Если прибор показывает цифры больше 75 и 70 соответственно, это степень пропускания света, то нарушений нет. В противном случае автовладелец уплатит штраф. Если тонировка не соответствует нормам ГОСТа, водителю выписывают постановление по делу об административном правонарушении. Уровень обзорности задних стекол не регламентирован. Что вправе вы сделать с нарушителем? В случае выявления такого нарушителя составляется постановление, выдается требование об устранении данного нарушения, ну и соответственно водитель отпускается. Если выявляется водитель, который уже до этого привлекался по данной статье, то ему выписывается протокол по статье 19.3 и человек доставляется в суд. А имеете ли вы право на месте при водителе содрать пленку? Ну, мы ничего не сдираем, водитель на свое усмотрение, если у него есть желание, устраняет данную техническую неисправность на месте. Тем, кто не устранил нарушение на месте, сотрудники ГИБДД выдали письменное требование с указанием срока, в течение которого необходимо устранить тонировку. Если водитель этого не сделает, то при следующей остановке инспектором ГИБДД его ожидает составление протокола по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел». В санкции данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. В связи с запретом на тонировку, не соответствующую разрешенным к эксплуатации нормам, изобретательные водители находят альтернативу в виде шторок или сеток на стеклах автомобиля, руководствуясь тем, что в законе нет четкой информации об использовании данных средств защиты от солнечных лучей. Однако, как и в случае с тонировкой для соблюдения безопасности на дорогах, играет не сам факт наличия стеклозащитного приспособления, а нарушение норм светопропускания окна автомобиля. «За что остановили?» «За установленные на передних стеклах то ли пленку, то ли сетки. Сейчас будем смотреть». «Вы нарушали правила тонировки?» «Смотрите. Тренировки нет». А есть сетки, которые водитель быстро снял, как только его остановили сотрудники ДПС. «Откройте, пожалуйста, сетки». «Вот она, тренировка, вон она лежит». «За снять материалы». «И тренировки, без сетки. Но сетки, какая разница, на передних стеклах нельзя же стоять». «Почему вы нарушаете правила, зачем вы сняли сетку?» «Видел же автоинспектор, что она у вас была». «Не готов ответить». С начала года в Самаре сотрудниками госавтоинспекции было составлено 6143 административных материала за управление транспортными средствами, светопропускание стекол, которых не соответствует требованиям технического регламента. «Наравимся по инструкции, но правила не нарушать. Лишние траты денег тоже ни к чему, я считаю». «Уважаемые участники дорожного движения, от лица госавтоинспекции города Самары советую вам для вашей же безопасности не нарушать правила дорожного движения». Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. В связи с этим сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают привезти свои транспортные средства в соответствии техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова